Итак, как поделен рынок такси и на что уходит оплата нашей с вами поездки? В интервью одному изданию таксист откровенно рассказал, почему водителям не удается зарабатывать. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Итак, как говорят сами водители, профессиональных таксистов не осталось. Работать могут все. Требование только одно, чтобы правам было не менее трех лет. А вот был ли человек за рулем это время, неважно. В основном заказы принимают через агрегаторы, на них приходится 60% рынка. Почти половина из них это Яндекс. Около четверти везет. Небольшие доли у Максим, Гет и Ситимобила. Сами водители говорят, что если работать 8 часов, выйдешь в ноль. Чтобы получить хоть что-нибудь, трудиться приходится по 16 часов. Таксисты признаются, что для этого приходится пить энергетики. Отсюда рост числа ДТП. Один из работников такси разложил доходы и расходы таксиста. Чтобы получить 5000 рублей, водителю нужно быть за рулем 14 часов. Из этих денег 15% он отдает агрегаторам, 1100 за бензин, 1500 за аренду автомобиля. По 100 рублей на мойку и не за мерзайку. В итоге домой водитель принесет 1450 рублей. По данным аналитического центра, при правительстве РФ, средняя зарплата водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге около 83 тысяч рублей. В городах-миллионниках примерно 70-75 тысяч.